В романе Валентина Пикуля «Фаворит» есть диалог российской императрицы Екатерины II с ее любовником-сановником Потемкиным. Диалог занимательный и очень показательный. Он доказывает всю абсурдность армянских претензий на азербайджанские земли. Больше того, даже территория нынешней Армении – земли, которые им никогда не принадлежали. Вот цитата. Потемкин сообщил ей, что вызвал Суворова, велю протопопу Кронштадтскому, мирить его с женою. А потом совещание будет. «Я да Суворов. Еще и армяне, Лазарев с Аргутинским. Станем судить о делах ихних. Армяне – люди шустрые, уже и столицу себе облюбовали, Эревань. Что толку от столицы, если и страны нет? Сейчас нет, после нас будет», – отвечал Потемкин. Диалог, приведенный выше, отлично иллюстрирует то, насколько современная армянская история, та, которую пытаются продвигать в Ереване, полное, неприкрытое вранье. Достаточно обратить внимание на одно единственное слово в этом диалоге – «облюбовали». Что означает «облюбовали»? Присмотрели, наметили. Что-то, что хотят получить. Стоп! А как же тогда мифы про тысячелетнюю армянскую историю Еревана? А как же про то, что это чуть ли не древнейший город во вселенной? Присмотрели себе азербайджанский город под столицу, и азербайджанские земли под страну. Увы, время показало, что Суворов, видимо, на том самом совещании, которое описывает в своей книге «Пикуль», своего для армян, таки добился. О встрече и беседе Суворова с армянскими представителями сохранилась следующая информация в дневнике Иосифа Аргутинского. 2 января генерал-поручик Александр Васильевич Суворов приехал к нам на свидание. И наш благородный Агао Ванес, то есть Иван Лазарев, был с ним. И в течение двух часов Суворов задавал много вопросов. Подробно расспрашивал о состоянии престола нашего святого Ичмядзина и сильно обнадеживал нас, что они намерены восстановить наше государство. Аргутинский далее пишет, что 3 января имела место встреча уважаемого Потемкина. Если верить дневникам армянского архиепископа, князь обещал им создать отдельное государство при условии, что необходимо, чтобы патриарх ваш, вместе с несколькими местными владителями, возбудили вопрос о опасении вашим, а затем мы придем вам на помощь. 13 января 1780 года состоялась четвертая по счету встреча армянского архиепископа и князя Лазарева с Суворовым. Во время этой встречи армянские деятели попытались ввести русского генерала в курс дела о Карабахском ханстве, где якобы христианские мелики терпели разные притеснения со стороны местного хана. Не забыли они и о грузинском царе Ираклия II, которым также были недовольны. Таким образом, в результате нескольких встреч и бесед, имевших место в январе 1780 года, Суворов получил от Аргутинского и Лазарева искаженную, выгодную для армян картину о положении дел в регионе. Это делалось преднамеренно, поскольку царское правительство в 1780-х годах с легкой руки армян, подобно Харгутинскому и Лазареву, всерьез стало рассматривать идею создания под покровительством России армянского государства. Не случайно именно в этот период развернулись довольно оживленные переговоры между двором Екатерины II и армянскими политическими деятелями, которые даже представили свои проекты предполагаемого русско-армянского договора. Впоследствии, именно эта попытка армян получить свое государство от России на азербайджанских землях была провалена в связи со смертью императрицы Екатерины. Однако уже через порядка 100 лет история повернулась совершенно в ином направлении. Последствия подарка армянам в виде азербайджанских земель стали видны через сотню лет, когда уже независимому Азербайджану пришлось 30 лет бороться с армянской агрессией и оккупацией. Азербайджан 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 Азербайджан